Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Как позже стало известно, это были масштабные учения Российской Федерации с использованием большого количества бортов стратегической и тактической авиации и имитацией пуска ракет. Забегая вперед скажу, что в ночь с 11 на 12 ноября ожидается якобы повторные учения бортов тактической и стратегической авиации. Посмотрим, чем они закончатся. Во всяком случае, такая информация поступает поздно вечером 11 ноября. Из-за того, что массированные ракетные удары проходят в основном по энергообъектам Украины, и чтобы избежать масштабных аварий, еще до пуска ракет, утром 11 ноября были массовые отключения электроэнергии в разных регионах Украины. И электричество стали подавать вновь только ближе к 10 часам утра 11 ноября. Одесса 11 ноября 10 часов 15 минут. У нас звучит воздушная тревога. Сразу же поступает информация, что была фиксация запуска баллистики со стороны Крыма. Все в укрытие. Проходит несколько минут и поступает информация, что ракеты не к нам. Для Одессы и области опасности нет. И в 10 часов 25 минут поступает оповещение отбой воздушной тревоги. В ночь с 10 на 11 ноября Российская Федерация бомбила Украину двумя авиационными управляемыми ракетами типа Х-59, Х-69. Районы пусков из временно оккупированных территорий Запорожской области. Также была фиксация запуска 74 ударных беспилотников типа «Шахет». Районы пусков Курск, Приморско-Ктарск, мыс Чауда, Крым, Орел, Брянская область. В ходе многочасовых воздушных боев, которые проходили в пределах Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Запорожской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской области силами и средствами нашей противовоздушной обороны было уничтожено две авиационные ракеты типа Х-59, Х-69, 39 ударных беспилотников, 30 ударных дронов были локационно утеряны из-за активного противодействия средствами радиоэлектронного подавления. А три ударных дрона, потеряв управление, вернулись в воздушное пространство Российской Федерации. Важная новость для всех одесситов. С 1 декабря 2024 года повышается стоимость проезда в одесских маршрутках. Она будет составлять 20 гривен. Пока стоимость проезда 15 гривен. Сегодня прозвучали какие-то странные заявления от замминистра образования Винницкого. Он сказал следующее, что контракты на обучение в высших учебных заведениях Украины следует значительно повысить цене, чтобы улучшить качество образования. Если плохому учителю платить в два раза больше, хороших учеников у него не прибавится. Также сегодня поступила информация от наших энергетиков. Они нам сказали, что если температура в Украине упадет ниже минус 5 градусов, то начнутся массовые веерные отключения электроэнергии по всей территории Украины 4 через 4 часа. Другими словами, в дамаг украинцев электроэнергии может не быть по 12 часов в день. В 20 часов 20 минут 11 ноября поступила очень тревожная информация, что есть фиксация массовых запусков дронов «Камикадзе» типа «Шахет» из Приморска-Коктарска. Вектор полета – южный регион Украины. По состоянию на 22 часа дроны «Камикадзе» залетают в Николаевскую область и Схерсонской области. Дальше вектор движения, скорее всего, будет Одесская область. Всех просят ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а следовать укрытие. Потому что за последние 4 дня массовых бомбежек Одессы дронами «Камикадзе» было повреждено 422 квартиры, 14 многоэтажных домов, 121 частный дом. Также у нас в Одессе есть пострадавшие, раненые и погибшие. Как вы понимаете, на конец дня 11 ноября и начало ночи 12-го у нас в Одессе складывается очень тревожная и небезопасная обстановка, которую я буду внимательно мониторить. И в случае ухудшения обстановки у нас в Одессе и в Одесской области я обязательно, по возможности, выпущу ролик и расскажу о том, что у нас будет происходить. Это были главные новости из Одессы. Моим дорогим соотечественникам и землякам мирного неба, всего самого наилучшего, берегите себя, дорогие мои, и даст Бог. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok